Корейская закуска из сушеного кальмара. Мы готовили с вами очень много разных видов корейских закусок, и сегодня еще одна из них очень интересная. По случаю того, что моя подруга кореянка, которая сейчас тоже живет в Дубилиси, принесла мне сушеных кальмаров и сказала, что вот эти вот кальмары отличаются от корейских только тем, что они более соленые. По этому поводу мы сегодня как раз и будем готовить эту закуску. Она посоветовала мне все-таки попробовать приготовить. Сушеные кальмары у меня в объеме 36 грамм. Готовлю только на один раз, чтобы подать в наборе других закусок. На два человека, поверьте мне, этого достаточно, с учетом того, что у вас еще много других закусок, и вы еще едите с рисом и супом, например. Итак, приступаем. Майонез нам с вами потребуется в объеме пол столовой ложки. Для чего? Для того, чтобы они стали более мягкими, и потом, уже после окончательного приготовления, не слиплись между собой. Добавляем майонез и все очень хорошо перемешиваем. И отставляем в сторону на 10 минут, чтобы дать настояться и пропитаться. За это время приготовим соус и подготовим овощи. Нам потребуется половина зеленого перца чили и две дольки чеснока. Перец чили мы нарезаем тонкими кольцами, а чеснок нам нужно с вами перемолоть в перемолотом виде. Можно, конечно, сделать это ножом, расплющить и затем измельчить, как это делаю я, или не заморачиваться и использовать все-таки блендер. Теперь приступаем к соусу. Соевый соус, 1,5 столовой ложки. Я готовлюсь в универсию с соевым соусом, так как у меня нету остричей или пасты кучу джан. Но если она у вас есть, то просто используйте ее вместо соевого соуса и получите острую версию этого блюда. 1 столовая ложка вам потребуется. Затем добавляем сироп. Я использую сироп агавы. В Корее используют кукурузный сироп. Сейчас я добавляю также кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. И молотый чеснок 1 столовая ложка, который мы прежде с вами измельчили. И также сахар 1,5 столовой ложки. Вкус на сочетании, когда сироп и сахар. И если используют только сироп, то будет не так вкусно. Все это мы хорошо перемешиваем. И если вы готовите гораздо больше объема этой закуски, приведенные здесь мои пропорции. Далее. Мы заливаем соус на сковороду. И нам нужно будет его довести до кипения. Делаем мы это на среднем огне. Дайте немного соусу покипеть. И затем уменьшите огонь. Тогда заложите кальмара и зеленый перец чили. Сразу вместе хорошо все это перемешайте с соусом. Здесь мы держим огонь, малый, тихий огонь. И перемешиваем все это на тихом огне. Когда мы все хорошо перемешали с соусом, то добавляем кунжутное масло. Одну столовую ложку. И также кунжутные обжаренные семена. Пол столовой ложки. Все это мы опять-таки хорошо перемешиваем. И все, собственно говоря, блюдо готово. Мы снимаем его с огня. Поверьте мне, что эта закуска необыкновенно вкусная. И вы откроете для себя сушеные кальмары совершенно в новом виде. А если вы приготовите это вашему мужчине на закуску под спиртное, то поверьте мне, что он вам будет после этого очень благодарен. Перед подачей к столу мы еще раз посыпаем это кунжутными семенами. Это блюдо можно есть как в теплом виде, так и в холодном виде. Вы можете хранить это в течение 2-3 дней в контейнере и в холодильнике. Подавать по необходимости. И, как я и говорил, вот этого малого количества, в принципе, 36 грамм я использую достаточно на 2-х человек. При учете, что у вас еще есть хотя бы 2-3 закуски. Вы едите это с рисом и с супом. В общем, со всем набором. Я надеюсь, что вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. И приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!